Отток капитала из России – давно наболевшая проблема. Но теперь власти намерены решать ее жесткими законодательными мерами. Одна из самых важных инициатив – запрет для чиновников и депутатов на счета в зарубежных банках. Сегодня ее за круглым столом обсуждали представители Ярославской политэлиты. То, что вот эти законопроекты необходимо принимать, это совершенно очевидно. Первое. Потому что, то есть, чьи интересы будет соблюдать человек, имеющий огромные счета за рубежом. Это очень-очень большой вопрос. В Америке есть расхожее выражение, с чего это вы взяли, что элита, она ваша. В ходе обсуждения выяснилось, некоторые ярославские законодатели настроены еще жестче. К примеру, предлагают распространить запрет на обучение детей чиновников и депутатов за границей. Ну вот по недвижимости вопрос вроде бы сейчас отпадает, пока мы не понимаем, чем это закончится. Потом мы видим, что можно уже и за границей обучать собственных детей. То есть, в какой-то степени, да, борьба с коррупцией, но не теми, наверное, способами, которые могут принести максимум эффект. Я согласен, что, может быть, сегодня это как-то половинчатые решения. И я больше скажу, даже приняв этот закон, все равно денежки туда потекут. Все равно они вот так вот не остановятся. Но поток этот будет меньше. Кстати, недвижимость необходимо будет задекларировать и указать, откуда взялись средства на ее покупку. Под контроль попадут не только сами чиновники, но и их семьи. Кандидатам без справки об отсутствии зарубежных счетов будет отказано в регистрации. А действующим представителям власти в случае нарушения запрета придется расстаться с должностью. С такой категоричностью согласны не все. Имели мы право лишать их, иметь счета за рубежом, мы знаем, что финансовая кредитная система у нас закрыта. У нас нет на рынке зарубежных банков, которые могли бы предложить свои услуги на тех же конкурентоспособных условиях. Вот здесь коллега говорил о том, чтобы амнистию объявить. Но это вот такие вот, знаете, демократические методы, уговоры. Вот давайте вот мы все признаемся, что мы наворовали. Но никто не хочет признаваться. Поэтому это да, это такой силовой метод все-таки. Но я считаю, что этот метод будет действенный. Уже в среду Государственная Дума рассмотрит данный законопроект в окончательном третьем чтении. Нина Колтина, Владимир Русанов. День в событиях.